Привет, друзья! В этой серии Незадыхайки я планирую плотненько заняться системой хранения чистой воды, а также возможно переделать еще часть базы и освободить пространство под нормальных размеров столовую и комнату отдыха. Так что бери печеньки, наливай чайку и поехали! Астероид ждать не будет! Для начала я решил разобраться вот с этой вот водичкой и построил здесь еще одну вот эту вот магистраль, которая у нас пойдет вот сюда сразу же на перечную пинчу. Она будет вырезаться у нас вот где-то вот здесь и вся лишняя вода, которая не попадет соответственно вот сюда, она будет спокойненько уходить у нас вот в этот контейнер. Я надеюсь, что эта система будет нормально работать. Также нам надо построить вот здесь вот новые полы и перенести туда вот эти контейнеры. Ну, понятно, не контейнеры, а их содержимое. Надо будет построить новые контейнеры. Так, для этого надо разобрать очень много различных старых построек. Ой, сейчас кто-то точно здесь обязательно замуруется. Мне не может так повезти, чтобы никто не замуровался. Так, вот это лишнее все разбираем. Сюда, соответственно, тоже ставим теплоизоляционный блок. Почему теплоизоляция? Потому что, как я уже говорил, я планирую здесь сначала сделать просто контейнеры с водой, а вот потом, в будущем, возможно, я здесь сделаю именно заполнение поверх контейнеров еще и водичкой. И зальем все это дело. Так, значит, давайте поставим здесь вот так стеночку. Здесь у нас будет шахта. Ну, это второстепенная лестничная шахта. И, соответственно, поэтому в ней будет три клеточки, а не пять, как вот здесь вот в основных лестничных шахтах. Но, тем не менее, как видите, лестницы я решил ставить сразу же пластиковые, чтобы экономить время наших дублей. Давайте мы сразу поставим сюда еще и водные резервуары, несколько штучек. Давайте два вот так вот, два вот так, а посередине у нас будет с вами лестница. Можно было бы попробовать еще и охлаждение сюда замутить, но я этого делать не буду по той простой причине, что я уже тестировал возможности для охлаждения. К сожалению, вода в резервуарах не охлаждается в зависимости от температуры окружающей среды. Увы и ах. Так, внутри давайте мы сделаем гранитные перекрытия, пускай будут. Циркуляции воздуха я никакой не буду делать, нафиг надо. Не вижу в этом ни малейшего смысла. И нам надо будет перегнать сюда еще водичку, вот отсюда снизу. В любом случае, нам надо сначала сделать соединение здесь внутри контейнеров. Давайте все-таки будем использовать, наверное, теплопроводные трубы. И подача воды у нас будет, ну давайте вот с этой стороны будет подача воды. Конечно, не самый экономически выгодный вариант, но ничего с этим не поделаешь. С этой стороны еще неудобнее. И сначала мы перегоним с вами туда вот эту воду. Наши пока занимаются трубами, ну в общем-то и правильно делают, потому что нам надо уже откачивать вот эту воду. И по идее нам бы надо было бы вот эту воду уже тоже начинать переводить сюда, в эту часть. Потому что когда вот эта водичка прогреется, произойдет нехорошее. Хотя нет, ничего нехорошего не произойдет, потому что по идее-то у нас вот эта вода еще не откачана. Так что просто откроются двери на какое-то время и закроются обратно. Все, насос замолотил и водичка отсюда у нас с вами пошла. Интересно, а вместо нее будет вакуум? Или ее так это... И засосет все стены вовнутрь. Вот это будет замечательно, просто веселуха. Сейчас посмотрим, что тут будет у нас происходить. Угу. Водичке особо деваться некуда. Так, и вот здесь вот, кстати, еще тоже такой момент. Вот этот клапан, возможно, имеет смысл как-то... Эм-ням-ням-ням-ням-ням. Да уж. С этим тоже надо как-то заморочиться. Возможно, тут тоже надо поставить логику вот так же, что если здесь воды нету, то тогда имеет смысл запускать. Уху-ху. Точнее, если здесь и здесь нету. Господи. Да уж. Ладно. Пускай пока откачивается как есть. Мы можем, в конце концов, пока вручную вот этот клапан поставить на ноль. Потому что этой воды хватит на довольно продолжительное время, на перечную пинчу. Так что пущай гоняет пока. Так. Ну и здесь у нас уже построили вот это вот самое помещение. Нам теперь надо просто подвезти сюда трубы. Причем, я думаю, что самый обычный. Потому что нам надо просто перегнать вот эту воду в эти контейнеры. И контейнеры отсюда, соответственно, убрать. Они нам здесь больше тоже не пригодятся. То есть эти трубы у нас будут разбираться, естественно. Давайте мы сейчас тут приоритет поставим повыше. Хотя они, по-моему, и так все это дело. Да, они уже и так все это построили. И воду мы погнали в эти контейнеры. Так. Дальше что? Дальше, дальше, дальше. Ну, давайте мы еще здесь немножечко покопаем. Посмотрим, где собака порылась. Так. Расширимся сюда еще на парочку контейнеров. А потом уже сделаем еще, наверное, два яруса. Примерно. Поглядим, посмотрим. Примерно вот так это все у нас с вами будет выглядеть. А старые контейнеры мы можем с вами уже разобрать. Вместе с трубами и всяким прочим безобразием. То есть все это нам уже больше не нужно. Осталось вот этот контейнер перекачать. Так. Чего ты там замуровался? Не, вроде бы все нормально. Так. Ну, и здесь у нас, соответственно, получится 10, 20, 30, 40, 50, 60 тонн воды у нас здесь уже сможет храниться. Возможно, имеет смысл дальше расширить еще побольше. Кстати, давайте, наконец-то, вытрем вот это помещение. Нефиг здесь воде делать. К тому же грязный. Так, все. Все осталось здесь буквально чуть-чуть завершить. И хранение у нас будет налажено. В конце я еще одну лесенку поставил. Но это чисто так на всякий случай. Кстати, здесь, по-моему, у нас тоже вода почему-то что-то делает непонятное. Вот это все выкапываем. Это, соответственно, разбираем. Блин, фигово, что нельзя разобрать вот эти вот непонятные непонятности. Вот эти предметы, они настолько мешаются. И настолько портят нам вообще все, что только можно. Блин, ну, ребята, на самом деле, почему разработчики сделали таким образом, что нельзя разбирать вот эти вот предметы, я, честно говоря, не понимаю. То есть мы можем разобрать абиссолит, мы можем кучу всего сделать, но мы не можем разобрать долбанный стол. Ну, это гениально. Это просто, блин, гениально. Да, мы не можем, естественно. Можно, наверное, это сделать в режиме песочницы, но я, честно говоря, не обладаю нужными навыками, потому что никогда песочницу не использовал. Так, давайте, наверное, добавим еще один ярус, как мне кажется, чтобы потом уже не возвращаться к этому вопросу. Хранилище газов вот я сделал, да, оно уже практически подошло к концу, тут осталось буквально чуть-чуть, но с другой стороны вот эти вот уже... А, ну, неактивность наступит. То есть все, они уже запустились. Они уже запустились, по крайней мере, верхний, а по нижнему, что у нас там, природному гейзеру. Ну, следующая активность через 15,3 цикла. То есть все нормально, нам хватает. С неактивности... Ой, с активности до активности нам вполне себе хватает тех запасов, которые мы с вами сделали. Все, здесь тоже совсем разобрались, только надо вот эту грязную водичку отсюда убрать. Как у нас тут происходит сейчас циркуляция? Да, все замечательно. Значит, сейчас тут чуть-чуть еще все. В общем-то, здесь тоже все. Можно вот это разобрать, убрать отсюда лишние трубы. Лишние трубы это у нас вот эти и вот это тоже. И теперь надо откачать туда вот эту воду, которая у нас находится вот в этих вот резервуарах. Четырех. И, соответственно, сделать подачу воды уже непосредственно сюда. Для этого давайте мы займемся дальнейшим строительством. Здесь мы поставим пластиковую лестницу до упора. Ну, а здесь у нас останется такая полочка, на которой можно будет остановиться и отдохнуть, подумать там о жизни. Я не знаю, о чем подумать еще тут можно будет, но, в общем, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. Либо загружать сейв каким-то образом, редактировать его и убирать это дерьмо. Возможно, так мы с вами и поступим. Ну, просто это, блин, это нелогично, капсдец, что нельзя удалить долбанный столик. Так, здесь у нас все контейнеры уже заполнены под завязку. Так, так, так. И надо, значит, сделать нам сразу отводку воды вниз. Я предлагаю врезаться прямо куда-нибудь вот сюда. Так, или через эти контейнеры пустить. Ну, пока пускай здесь тоже такие два промежуточных контейнера останутся. Ничего страшного, я думаю, что не будет. Давайте мы здесь вот эти трубы мы разберем. А вот отсюда мы с вами поставим подачу воды вот-вот-вот-вот сюда. Уже теплоизоляционной трубой. Чтобы водичка у нас лишний раз не нагревалась. Ну, и, кстати, срочность можно на всем этом деле повысить тоже где-нибудь до восьмерочки, чтобы нам таки сделали эту трубу. И можно было перегонять воду. Опа-па-па-па, нас тут подтопило немножечко. Ну, ладно, это не страшно. Разобрал я трубу там, не вовремя, наверное. Ничего, сейчас все это дело мы уберем. Ребят, сколько же там воды-то, алло? Мульоны, мульоны, мульонов, литров, что ли? Убираем и заканчиваем трубы. Надо перекачать все это дерьмецо вот сюда на эти склады. Кстати, так, не понял. Что у нас тут с водой-то? А, все хорошо. Все, трубы здесь у нас готовы. И пошла у нас перекачка воды уже вот в эти вот резервуары. А мы давайте разберем все вот эти старые построечки, потому что здесь у нас уже много всякого гуна получилось, которое нам сейчас здесь совершенно, ну, никак не нужно. Так, давайте здесь назначим построечки и уберем отсюда лишние блоки. Вот до этих я хрен доберусь, мне кажется. А, не, мы до сюда доберемся. Доберемся без проблем, как только я здесь сделаю новые потолки. Давайте вот так вот и вот так вот мы с вами сделаем. И тогда сможем без проблем все, в принципе, так, подожди, алло. Блочок-то мне этот разберите, пожалуйста. Только не теплоизоляционную трубу, а теплоизоляционный блок. Вот так вот. Ну и вот эту воду надо будет тоже куда-то убрать. Ладно, всему свое время. Давайте пока разберемся, может быть, с этими контейнерами. Или сразу же давайте все-таки сделаем. Тут можно самую простую. Так, подожди. Во-первых. Ну да, давайте мы вот так вот сейчас с вами сделаем. Значит, сюда перемычку. Самую обычную трубу сюда. И вот сюда вот мы врежемся. Между делом все содержим этих контейнеров. Туда и перекачаем. Ну и тут прямо у нас ляпота получается. Все практически готово. Ну, единственное, что надо убрать отсюда, будет всякое дерьмецо. Так. Что у нас вот здесь вот есть? Мне надо придумать, во-первых, где мы будем разводить или не будем разводить вообще этих светлячков. Куда-то их надо будет перетараканить. Либо как варианты норников тоже. Вот куда-нибудь сюда. Допустим, под дрэконов запихнуть. Но под дрэконами у нас уже тут имеются другие товарищи. Ладно. Стоп. У нас же есть более актуальные сейчас проблемы. К примеру, мне надо куда-то воду. Точнее, не куда-то, а как-то вот эту воду перекачать наверх. Куда-то вот сюда. Так. Подождите. Ну, вот здесь вот мы можем с вами сделать еще контейнеры. Да? В принципе, контейнеры под грязную воду мы с вами можем разместить где-то вот здесь. Так. Вопрос на засыпку. У нас здесь этажность-то правильно соблюдается? Я надеюсь. Да, вроде бы правильно соблюдается. Значит, вот здесь вот действительно можно поставить такую же небольшую комнатку, как и вот здесь вот. Ну, поменьше на самом деле. И зафигачить туда грязную воду. Так, так, так. Грязную, но не очень горячую водичку. Вы мне опять напишите, что я занимаюсь фигней. А я опять скажу, что я делаю так, как мне удобно и как мне хочется. Так. Значит, давайте сразу же. Вот так вот. На 4 сделаем. Да? Как-то, наверное, примерно так. Так, что тут у нас тут вакуум? А как ты вообще там себя чувствуешь-то? Нормально в вакууме? Алло. Красавчик. Окей, ушки. Давайте мы здесь вот так вот стеночки сделаем. Поставим здесь у нас лесенку. И все остальное мы благополучно здесь скопаем. Да? Так, 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 так. Что-то я тут, наверное, лопухну. Хотя, ладно. Три клетки. Три. Три и три. Так, 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 так. Вот так вот это будет помещенница в будущем. Я сейчас просто размечу, чтобы понимать и не накосипорить. Ну, и это все дело мы скапываем. Надо перегнать нам грязную воду наверх. Ну, и помимо прочего, надо будет избавиться вот здесь вот от центральной трубы, которая здесь у нас идет. Хотя, подождите, возможно, что избавляться от нее рановато, и мы именно через нее осуществим подачу воды в это помещение. А, кстати, да, почему бы и нет? Только тогда нам надо вот здесь вот избавиться от трубочки. То мы сделаем сюда новую подводку. Но пока мы от нее избавимся здесь. Здесь, как обычно, делаем связку самыми простыми трубами. В принципе, у нас горячая вода сюда вряд ли будет подаваться, поэтому нам фиолетово на то, какие именно трубы здесь будут у нас использоваться. Так, все это дело мы связываем вот таким вот образом. И потом мы делаем уже вот отсюда подачу воды, опять-таки, самой простой трубой, вот сюда, вот в это помещение. В общем-то и все. Нам осталось только дождаться, что наши ребята все это сделают. И вся системка будет готова. Надо будет уже организовывать подачу воды снизу. Но снизу там тоже, на самом деле, проблематично. Мне надо докопаться до самого низа вот здесь вот, наверное, и поставить где-то здесь насос. Потому что воду мне надо откачать отсюда абсолютно всю. Так, давайте вот так вот сделаем. И вот это дело мы сейчас с вами тоже, как только лесенку я доделаю, мы здесь тоже все с вами выкопаем. Просто суть в том, что на это помещение у меня есть свои планы. Я хочу сделать здесь контейнер для норников со входом сверху. И вот этих вот норников отсюда нафиг убрать туда. Ну и, в принципе, можно сразу же здесь разместить насос. Можно даже, по идее, из железяки поставить. Нефиг сейчас золото тратить. Золото у нас вроде как не так уж и много на данный момент. Температура здесь не предвидится какая-то особо большая. Поэтому и заморачиваться золотишком тоже смысла я не вижу. Также давайте поставим сюда электричество. Подводочку сделаем. Так, у нас тут вообще электричество-то имеется где-нибудь. Но только вот это, да? И здесь у нас не потенциально. Вот сколько здесь у нас реально сейчас электричество на этом кабеле? 240 ватт. Ну и когда готовят, может быть, чуть-чуть побольше. Поэтому вполне можно запитаться вот на этот вот провод. И надеюсь, что проблем у нас не будет. Кстати, а зачем я здесь поставил какой-то супер-пупер навороченный провод? Что-то мне кажется, что это плохая мысль. Здесь можно поставить самый обычный проводок. Так, 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 так. Ну, пускай будет и золотишко. И здесь он у нас пойдет в стеночки. Вот так вот запитываем. И все будет готово. Единственное, что, опять-таки, что с водичкой делать? Давайте посмотрим. По идее, нам пофигу, с бактериями эта вода будет или нет. Мы ее никак и нигде не будем использовать. Давайте мы тогда сделаем следующим образом. Так, вот здесь вот я вряд ли смогу, наверное, через стенку пробиться. Да, или смогу. Черт его знает. Короче, вот эту часть мы сейчас... А, ага. Ага-га. То есть тут у нас какая-то вода стоит. Ммм. Все, я понял. Надо сначала здесь построить, видимо, отвод воды вот сюда. Смогу или не смогу? Вот в чем вопрос. Вот так вот сделаем. И дальше проводим, соответственно, здесь... Ну, можно не термоизолированной трубой. На самом деле там какие-то температуры-то не очень большие, по идее. Поэтому можно сильно по этому поводу не париться. Парочка перемычек. И, в принципе, здесь у нас все будет практически готово. Единственное, что вот здесь вот надо будет еще врезаться. Вот так и водопроводную трубу сюда мы подключим. Ну, а теперь, ребят, пожалуйста, мне все это закончите быстренько. Я буду рад и доволен. Так, что у нас тут по бактериям? По бактериям тут у нас все чистенько, а вот здесь вот не очень. Но здесь-то ладно. А, слушай, а откуда здесь-то такое количество слизи в легких? Алешеньки. Нифига себе. А что здесь такое вообще? Здесь водород. А как... Не понял. Ладно, давайте мы тогда поставим сюда парочку вот так вот освежителей воздуха. Также можно... Здесь у нас и так есть освежители воздуха. Только у меня такое смутное ощущение, что они не работают. Потому что здесь у нас один водород. Но, тем не менее, в водороде слизь в легких себя прекрасно чувствуют. Как-то это немножко странновато. Все. Контейнеры здесь закончены. Теперь осталось еще вот здесь вот добавить трубу. Вот эту. На подачу. И, в принципе, я думаю, что... Да, вот здесь вот у нас еще есть проблемка. Придется здесь разобрать один кабель. И, значит, через эту дындочку сделать вот этот вот. Вот эту врезку. Вот, красавчики. Отлично. Теперь можно обратно все это дело закрывать. Давай с приоритетом восьмерочка. В общем-то, да и все, наверное. Осталось доделать вот этот насос. И вода у нас спокойненько по трубам пойдет наверх. Откачаем все отсюда. И будем сюда переносить дрэконов. Ой, дрэконов. Не дрэконов. Хотя дрэконов мы тоже будем вот сюда вот дальше продвигать. А сюда мы норников перенесем. Сделаем здесь одно такое помещение под норников. И пускай они здесь благополучно живут. Потому что вот здесь им делать реально нечего. Может быть, еще и светлячков куда-нибудь запихаем. Ну что, с насосом мы разобрались. Все, вода пошла по трубам. И теперь часть трубы, кстати, вот эту вот, вот эту можно разобрать. Она нам здесь не нужна. Но единственное, что я думаю, что у нас не получится ее разобрать. По той простой причине, что здесь вот она у нас проходит в потолке, до которого мы банально не достанем. Все, водичку перенаправляем. Теперь давайте займемся вот этим помещением. Здесь разбираем вот этот блочок. И выкапываем вот это помещение. Правда, тут у нас сейчас всякая дрянь попрет, скорее всего. Ладно, давайте мы вот так вот сделаем. Сюда поставим лестницу. Давайте сразу же. Быстрые лестницы везде будем использовать. Пластик у нас вроде как есть. Так, гранитные полы здесь везде надо будет сделать. Это будет помещение под норников. Сейчас мы сделаем пока небольшое, пока не откачали воду. А дальше его расширим. Главное нам сейчас их убрать вот отсюда, чтобы можно было расширить вот эту вот столовую, сделать ее побольше. Но мне кажется, один фиг не влезет. Не влезут все наши ребята в один ярус, к сожалению. Наверное, все равно столовые придется делать двухъярусные. Точнее, две столовые делать вообще в принципе. Так, ребятушки, давайте продолжаем здесь все выкапывать. Норники вроде бы у нас... Ах ты молодец-то какая, а? Ну как обычно, ну просто как обычно. Кто бы сомневался, что кто-нибудь обязательно должен будет замуроваться. Просто цирк уехал, клоуны остались. Давайте замуровывайте. И здесь у нас дофигища хлора. Тоже как обычно. Так, там вниз никто не провалился? Нет, вроде бы вниз никто не провалился. А вот что делать с хлором, я фиг его знает. Его, судя по всему, вытесняет наверх. Да уж. Так, что мы здесь будем делать? Ну, во-первых, давайте вытрем здесь воду. У нас здесь явно лишнее. Дальше мы сюда поставим станцию по уходу за существами. Вот она. Пускай будет из золотишка. И надо будет сюда еще поставить несколько фишечек. Значит, точка доставки существ, во-первых. Это раз. И точка для кормежки. Вот, кормушка существ. Это два. Так, а можно ли тут копировать настройки? Да, можно копировать настройки. Поэтому давайте мы их благополучно скопируем сюда. Это раз. Так, тебя можно копировать? Да, можно. Это два. Все, помещение практически готово. А норникам, по-моему, в принципе, глубоко по барабану в какой атмосфере жить. Единственное, что надо будет, наверное, склады тут немножечко перенести. Вот этот склад отсюда убрать. Нам там надо будет поставить дверь. А дверь... Блин, не люблю я, когда склад остается в воздухе висеть. Это очень неприкольно. Но, видать, особо ничего не поделаешь. Будем считать, что он стоит на двери. Также, чтобы наши ребята прям чувствовали себя там замечательно, поставим здесь декор. Гранитную скульптуру сюда давай тоже. И пустые холсты тоже давай мы сюда запиндюрим. Норники же очень, наверное, любят, когда здесь все красиво. Не знаю, как норники, но нашим ребятам точно это должно понравиться. А вот рыбки, походу, дело в шоке от того, что здесь происходит. Потому что жить им осталось не так уж и долго. Не знаю, стоит ли разводить рыбок, их кормить запаришься. А если их не кормить... Так, я не понял. Орошение. Ага. Вот в чем дело, да? Ну, давай здесь обратно двухсоточку поставим. На клапане. Водичка не идет у нас. Потому что отсюда вся вода у нас откачалась благополучно. Как-то не очень хорошо. Так, тут у нас уже 66 градусов. Но вода у нас тут... Слушай, ну нормально все с водой, по большому счету. Так, 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 так. Ну, смотрите, у нас уже дофига чистой воды есть на самом деле. Так, а вот тут вот воды как-то слишком дофига. И не только той, которой надо. Здесь еще и чистая вода, которая нам вообще не нужна. Так, что, вода пошла? Да, вода пошла. Потихонечку наша пинча начинает отходить. Так. О, смотрите, с декором все замечательно. Значит, давайте потихонечку переносить туда норников. Для этого нам надо разобрать все вот это безобразие. И, значит, всех вот этих товарищей на девятый приоритет поймать и перенести. Поймать и простить, да. Так, а почему здесь пятый приоритет? Я же вроде бы девятый приоритет ставил на ловлю всех этих безобразников. А стоит почему-то пятый. Очень странно и подозрительно. Ну, вы мне наверняка в комментариях напишите, что я лоханулся. И на самом деле поставил именно пятый приоритет при ловле. А я такой радостно довольно сижу, жду, когда же наконец-то их перенесут. Они на пятом приоритете. Естественно, если там восьмерка стоит, то их никто и не пытается ловить. Вот, наконец-то, наконец-то пошла ловля. Отлично, Элли. Молодец, красавица. Одного поймала и улеглась спать. Блин, это что ему где скрутили? И что вот это так... А, желтое это то, что накольцован, да? Замечательно. Теперь надо будет их из всех еще перетащить. Ну, там у нас вроде бы стоит девятый приоритет. Да, вот ребята уже потащили их сюда, на переносочку. Я надеюсь, что вам реально плевать, в каких условиях жить. Ну, в том плане, какая тут атмосфера. Потому что, если нет, то у вас проблемы, ребята. Усё, всех норников перетараканили. Значит, можно разбирать вот это помещение. Соответственно, разбирать еще вот здесь вот все потолки. И это мы все убираем, продлеваем все вниз. Здесь мы перестраиваем блочок. Ну, и вот это, в принципе, тоже надо все переделать. Так, у нас тут только постройки под снос. Поэтому давайте сносим все смело. Будем делать большую столовку. Я надеюсь, что она тут у нас поместится. По энергетике, что у нас здесь? Сразу же надо поставить здесь второй провод. Вот так вот. Ну, и вот это можно пока обычным проводом здесь пустить. Это нам надо все переделать. Кстати, вот это вот все тоже давайте уберем. Этот провод здесь нам тоже явно не нужен. Ставим здесь, наконец-то, пластиковую лестницу. Пожарный столбик. И надо будет еще кислород сейчас сюда подвезти. Где-то на этом уровне, наверное, да, делать разводочку кислорода. Продлевать трубу, так сказать. Теплоизоляционная труба. Она у нас пойдет вот до этого яруса. Замуровать бы где-нибудь в какую-нибудь... Так, ладно, окей. Давайте вот так вот сделаем. Вообще-то здесь, конечно, надо поставить клапан. Вот так вот сделать. Поставить здесь газовый клапан. И выше, кстати, надо будет сделать точно так же. И газоотвод. Который, естественно, всем нашим ребятам будет очень сильно не нравиться. Зачем это делается? Потому что иначе он будет сюда посылать вообще весь кислород, какой только можно. Нам это не надо. Давайте вот это мы сейчас тоже разберем и сделаем заново. Такую же систему, как и вот здесь. Тогда можно будет регулировать, сколько конкретно газа посылать на какой выход вот этот вот. Конечно, может кому-то он не понравится внешне, но с этим опять-таки ничего не поделаешь. Давай 250 грамм в секунду. Я думаю, что на этом этапе нам хватит. И давайте сюда мы тоже поставим примерно такую же системку. Вот здесь на этом ярусе вроде бы, да, нам надо было это сделать. Газовый клапан. В общем, все то же самое. И соединяем обычными трубами. Сейчас, я думаю, у нас тут наладится ситуация с кислородом, потому что вниз кислород уже довольно давно не поставлялся. И это не есть гуд. Блин, а столовку-то не сделаешь до тех пор, пока мы не перенесем куда-то еще и светляков. А светляков можно перенести только в виде яичка. Ой, господи, куда ж вас запихать-то? Родные вы мои. Я даже представить себе не могу, куда можно запихнуть светлячков, где они не будут мешаться. Здесь они точно будут мешаться. Ну, на самом деле, можно сделать двухъярусный, наверное, двухъярусное стойло, потому что в любом случае я здесь ничего не планировал такого делать. Давайте мы сейчас просто убавим размер этого помещения. Вот так, вот так. А, здесь же двойные стенки нужны. Если мы хотим сделать здесь двери, то надо будет ставить двойные стеночки. Ну и размер помещения, в принципе, уменьшится у нас немножко. И точно поместится как стойло. Ну, я надеюсь, что точно. Сейчас проверим вообще, какого размера получилось общее помещение. Мне кажется, значительно больше, чем надо. Но, чтобы нам это проверить, нам надо поставить вот эту станцию по уходу за светлячками. Так, копировать настройку. Давай сюда. И да. Размер помещения явно не соответствует. 127. А максимальный 96. По идее, мне наплевать на свободное место. Мне надо куда-то деть этих светлячков долбанных. Так, 120 блоков. А максимум все еще 96. Да? Либо сделать две комнаты. Что-то я даже не знаю. Можно все-таки поставить сюда еще одну такую же и разводить этих светлячков в большем количестве. Но 64 блока будет наоборот мало. Эх ты ешкин, ты матрешкин. Так, сюда, соответственно, пластиковая лестница. Дальше продлевается. И пожарный столбик тоже дальше продлевается. А, хотя тут можно еще ниже. Прям вот, прям досюда. Так, пластиковая лестница дальше. И пожарный столбик дальше. Но ниже уже у нас тут ничего не пойдет, наверное. Эта лестница, во всяком случае, не пойдет. Потому что снизу у нас уже наши плантации грибов. Грибные плантации. Все, здесь все достроено. Часть светлячков полетела гулять по базе. А мы можем, наконец-то, расширить нашу столовку. Кстати, вот этот склад надо бы перенести куда-то. Давайте оба склада, на самом деле. Точнее, не оба, а два склада, наоборот, построим заново. Вот здесь, давай, вот здесь вот и вот здесь вот. Вот этот склад надо будет сейчас отсюда убрать. Кстати, как и вот эту лестницу. Она здесь тоже уже нифигашеньки не нужна. Вот это тоже давай отсюда уберем. И здесь мы сейчас с вами настелим новые полы. Причем, наверное, а почему бы не из пластика вообще? Сколько у нас? Ну, так у нас прилично. В столовой можем себе позволить полы из пластика. Ну, а здесь все заново под нашу новую столовую. Ставим здесь стеночки. Вот это будет одна такая большая столовая. Ну, не очень большая. Хотелось бы, на самом деле, больше. Но больше не получится, по всей вероятности. В общем, вот такая вот у меня получилась столовая. 6, 12 и 3. На 15 человек столовочка. И вот нижнюю мы сейчас с вами разберем. Также я тут полностью перелопатил энергетику. Как видите, теперь все довольно-таки аккуратненько, в отличие от того, что было. Но дело еще у нас тут не в проворот. И я думаю, что внизу надо тоже оставить место под еще одну столовую, возможно. Потому что этой нам в перспективе может не хватить. Потому что я еще пока не знаю. Так, кстати, ты что здесь шляешься? Ну-ка, иди отсюда нафиг. Мы тебя сейчас завалим и с тебя барбекю сделаем. В перспективе я хочу больше дубликантов. Сейчас их у нас маловато. И мне надо еще вот это все дело сдвинуть тоже на одну клеточку в эту сторону. Чтобы у нас, видите, у нас одна комната. Вот это вот. Точнее, один ярус. Он немножечко здесь не вписывается в общую картину жизни. Так, что у нас по газу? Значит, газ у нас... Ну да, газ у нас, в принципе, поровну уходит сюда. Вот эта труба нам уже не нужна. Давайте мы ее сейчас здесь разберем. Ну и, в общем-то, наверное, все. На сегодня мы с вами будем заканчивать. Здесь у нас водичка уже подается. Все прекрасно. Она уже подалась сюда на всю катушку. И теперь у нас уже заполняются резервные вот эти резервуары. Как только у нас водичка снова обменяется здесь, все будет нормалды. И сразу у нас вот эта вода попадет вниз. Но здесь, как я уже говорил, надо делать таймеры. Надо делать долбанные таймеры, потому что надо, чтобы эти двери закрывались некоторой задержкой. Правда, в любом случае, как мне написали под предыдущим видео, часть воды может быть уничтожена вот этими шлюзами, когда они закроются. Но с этим, опять-таки, ни черта не сделаешь. С другой стороны, смотрите, у нас уже есть реально дофига воды. 30-40 тонн воды у нас уже чисто есть. Так что, по идее, система охлаждения действительно работает. А вот здесь вот водички у нас маловасто будет. Да, снабжение воды, наверное, какое-то несколько маленькое. Давайте килограмм поставим вот так вот. Или здесь даже 2 килограмма было. Пускай 2 килограмма льет. Тогда точно хватит на орошение. Также нам, значит, со светлячками я разобрался, соответственно, перенес их сюда. Норники у нас здесь. Надо теперь откачивать вот эту воду. И, кстати, здесь уже, наверное, можно дрэконов расширять еще дальше эту ферму. Блин, ну, пока не знаю. Наверное, в следующей серии займемся переделкой вот этой системы. Сделаем еще 2 электролизерные. Эту отсюда уберем. И, наверное, сделаем более грамотное какое-то распределение кислорода по базе. Так, давайте еще глянем напоследок, что у нас тут происходит с пленочниками. Как они тут поживают? Двое есть уже 3 яйца. То есть пленочники у нас скоро здесь с вами появятся. Ограниченный, бедняга! Можно, в принципе, знаете, что сделать? Можно сделать вот так вот больше это помещение. Действительно, больше намного. Да, почему бы и нет, на самом деле. И сделать прямо в него спуск. Вот здесь вот поставить дверь, допустим, и сделать большое помещение для пленочников. В общем, дело у нас не в проворот. Вот этим помещением надо тоже бы заняться. Пока не знаю, чем нам лучше заниматься. Пока что не решил. Ладненько. Я думаю, что на этом мы с вами будем заканчивать. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайкосик. Напомню, чтобы вышла следующая серия. Этот видос должен набрать хотя бы 400-450 лайков. Я думаю, что для вас это не проблема, а моему каналу это будет очень и очень полезно. Ну что, с вами был Гринни. Всего доброго, всем пока и отличного настроения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok